Так, донатная пауза, смотрим, ну, точнее, пауза от донатов, смотрим клип Милана Хаметова, XMilanStar LP, премьера клипа, ебать, так у них же уже был клип, нет? Понятно, блядь, наушники дорогущие, нахуй, джебельба и доктор дрэш, 6000 рублей, нахуй, медведь, понятно. Ой, блядь, что такое розовое, я не могу! Крестики, нолики, две Миланы в домике, укатились наши шарики за ролики, улыб, улыб. А вот что значит укатились шарики за ролики? Как это можно растолковать? Я как Батл Эмси, как человек, который пишет хороший текст, так как это можно растолковать? Я могу это растолковать очень просто. Две маленьких девочки сидят на кровати и говорят, что у них укатились шарики за ролики. Как вообще это воспринимать, блядь? Как? Вот как, блядь, как я могу это растолковать? Вот что? Вот каким образом? Что у них реально шарики, ну, утекли, ой, блядь, уехали за ролики? Это то есть они ебанулись на голову? Ну, это просто так, только так и можно, блядь. Пиздец. Вот вам, пожалуйста, блядь. Так это не обзывание, вот я могу обзывать пиздец, я могу сказать, да где ты нахуй, дебил, бля, еблан, сука, тварь. Вот это, это оскорбление, а это так приколы. О, здорово, привет, чат, спасибо, привет всем. Ха, здорово, драйк. Бля, носки, смотри, какие, пиздец. Ну ты посмотри, блядь. А, не, подожди, так это ж хуйня, это носки за 100 рублей, это, блядь, стоп, так у меня ж такие же, не? Так у меня такие же, блядь, тоже с какой-то хуйней, вон тоже какие-то цифры, блядь, так у него же носки дешевые. Ебать, вот тебе, пожалуйста, вот, пожалуйста, вам доказательства. Девочки, им сделали охуйный клип, они заработали очень много денег, и при этом всем они живут в нищете, посмотрите просто на убранство дома. Вы понимаете, что это нищета, они живут в гаражном блоке, в котором живут строители обычно. То есть на стройке, знаете, когда вот мимо стройки проходишь, там такие вот блоки специальные в виде гаражей, в которых строители живут. Это один в один, видно даже по стене. То есть она выйдет оттуда, и там будет выход на стройку. Пиздец, вот как можно в таких условиях детей содержать, это же жесть. Не, девчонки молодцы, двигаются ровно, красава. Блядь, там какая-то плита декоративная, не работающая. Бля, объясните мне, я вообще этой хуйней никогда не понимал, вот того я говорю, вот при том, что у меня младшие сестры есть, я никогда этого не понимал. Нахуя им столько плюшевых игрушек, в принципе, маленьким девочкам, если они в них не играют, блядь, никогда. Но при этом всем, если ты скажешь, блядь, давай выкинем вот эту плюшевую игрушку, она нам не нужна. Ну там такой ор будет, нет, никогда, я этого тигра, блядь, я с ним, ух. Типа, блядь, хотя она нахуй с ним не играет уже сколько лет, блядь, вот как это еще работает? Причем по-любому тут такие же в чате есть, один в один. Вот сейчас сидит такая девочка и такая, бля, это просто мастхэв. И я такой, бля, какой нахуй мастхэв, зачем, ты же этого, ну, льва никогда не трогала. Я лев, а она такая, ну да. Это как с яго-человечками? О, ребята, вы зря вскавернули только что шрам на моем сердце, на моей душе, вы очень зря это сделали. Короче, рассказываю историю. Я один раз в детстве чуть не лишился лучшего друга, реально. Короче, сам, вот, пацаны поймут, мои ровесники так точно. Лего Старварс, самая лучшая штука в мире, просто имба, охуительная лего, самая пиздатая вообще, которая была в детстве, типа. Лего Старварс, Лего Звездные Войны, самая имба. И, короче, что было, вот знаете, как вот есть в Контерстрайке ножи, есть красные предметы, есть розовые, но не суть. И вот, короче, лазерные мечи для лего-человечков, это всегда были, ну, как ножи, это были рарные айтемы, и хуй достанешь, типа их, ну, хуй не найдешь. И как обычно это происходит, там, подруга мамы приходит к моей маме, соответственно, там, пустить шампанское, попить с сыром, с виноградом и прочей хуй. А, ну, соответственно, ее сын, мой кореш, приходит ко мне, и мы играем. Вот, и, соответственно, произошла диверсия. Играем в лего, а у меня, я прекрасно знаю, у меня было два зеленых меча, один синий и один красный, ультраредкий. То есть, ну, типа, прям вообще, вух, ебнешься. Короче, поиграли мы с другом, вся хуйня, ну, и они уходят домой, соответственно, вместе с подругой. Ну, он, там, с его мамой уходят домой. И я смотрю, нету зеленого меча и нету красного меча, блядь. Нету. Я мог сказать, конечно, что джедаи сами его проебали, но это, блядь, так не работает. То есть, ну, я причем думаю, блядь, как это удар в самое сердце, типа, пиздец, ебнуться. Короче, спустя какое-то время мы пришли к нему в гости, ну, типа, вместе с мамой. И, прикинь, ну, мы тоже играем в лего. Причем, самое забавное, что я ни слова не сказал вообще. Ну, то есть, я... Стоят лего-человечки с моими мечами, блядь. Вообще пиздец. То есть, я прям вижу, это мои мечи. Там, знаете, вот на одном мече был такой скол маленький на одном. Я прям вижу, это он. То есть, какой-то, ну, вот, у меня был какой-то джедай. Мой джедай проебал лазерный меч. А у моего друга, блядь, у него лего-звездные войны, у него, в принципе, не было. У него было лего-строители. И, прикиньте, у него, блядь, уебан в каске с моим лазерным мечом, блядь. И я такой... Да! Ну, типа, что, блядь? Что за хуйня? Ну, я ничего не сказал, очевидно. Я такой, ну, промолчал тактично. И потом, когда мы уходили, я спиздил эти мечи обратно. То есть, я, блядь, ну, я как бы вор. Но при этом все, я не вор. Я забрал свое. Вот он, вот настоящая смекалочка. Вот он умный человек. Ну, при чем, самое забавное, что мы оба это поняли. Мы это обсуждали уже, когда были постарше. Вот. И он говорит, забавная худя, что я спиздил тебя, ты у меня. Мы друг другу ничего предъявить не можем. Но, ну, при этом оба все понимают. Это пиздец вообще. А, ты все еще здесь сидишь? Бля, она сидит, ждет меня, как будто, я не знаю, с корешем разговариваю. В присутствии подруги она ждет. И сейчас просто в них влетает Магнус РП и увозит ее нахуй в окно. Я бы сейчас охуялась бы так было. Ой, все, блядь. Опа. Так, это шо? Тик-ток. Ибо, шо с ними стало, блядь? Бля, вот честно скажу, я больше всего, что не люблю, это когда маленькие дети красятся косметикой, блядь. Сука, у меня, у меня была такая тупая хуйня. Мы были в Краснодарском крае, в поселке, вместе с моей подругой. Ну, типа, она старше меня, но были с ней, короче, вот в поселке, у бабушки с дедушкой. А у бабушки, знаете, дохуя всякой бижутерии. Типа, дохуища просто. Ну, и, соответственно, типа, ну, девочка же старшая, с которой я общался тогда. Мне было лет 12, может, там, 11. Вот, ей было 13 или 14. Она такая, типа, ну вот, пойдем нам смотреть эту хуйню всю золотую. Ну, пошли смотреть эту золотую хуйню. Но, она такая, блядь, примерь тоже эту хуйню. Потом, примерь эту, примерь ту. И, короче, представляете, просто, ну, лицо моего отца, который приехал из города. Типа, ну, в ахуе. И я там, блядь, в туфлях, в этих, в ебучих хуевинах каких-то. Какие-то браслеты, блядь. На меня бать смотрит такой, еб твою мать. Вот, ну, как-то на таком уровне. Пиздец. Не путю, ведь я люблю свою лучшую подругу. А пути не путю. Ну, кому я говорю. Бля, в чем прикол клипа? То есть, типа, тут же нет никакой этого. В клипе же есть сюжет. То есть, они там, давай, топы до истерики, там, а пути не путю. А че они просто прыгают, сидят на диване, не ходят делать? В чем прикол? Че за единороги, блядь? Не понял, блядь, это они, что ли? Выросли, блядь. Че? Кто это, блядь? Ёб твою мать, что они здесь делают, блядь? Вы зачем затащили их к двум маленьким девочкам? Ну, посмотрите на них, там уже все понятно, что они хотят сделать. Вы че, прикалываетесь, блядь? А пути, не путю, ебанутся, блядь. Вообще, полный пиздец. Ну, Никоглай, кстати, недоволен. Ему не особо нравится. Но, Влад Бумага, блядь, или... Как его зовут, блядь? Ну, в... Милохина, он Влад, или... Милохин, он Влад? А, Даня, блядь, я вообще не помню нихуя. Даня Милохин и Никоглай. Я не понимаю, что происходит. Я не понимаю, просто... Причем, блядь, мне очень нравится, что Никоглай в полном ахуе, но при этом Даню Милохину очень нравится. Он такой... Да, блядь! До истерики. Ой, блядь, молодежь, хорош. Бля, вот это классно. Соединяем поколение. Разъем. Бля, здорово-то как-то, а? Бля, вот как... Блядь, жалко Диппинса нету, а? Бля, вот бы там... Как же здорово было бы, а? Все друзья на месте, все! Никоглай, Диппинс, Жожа, Даня Милохин. Блядь, вот бы здорово было, пиздец. Все бы, блядь, всем бы классом отжигали. Ну, так, конечно, ощущение, как будто состав неполный. Блядь, это вообще хорошая идея? Ладно. Блядь, как же они сами от себя кайфуют, это пиздец. Вот я, ну, я на самом деле, ну, я уже рассказывал сто тысяч раз, я человек с комплексами, типа. У меня много комплексов достаточно. И, честное слово, блядь, вот если бы я мог так от себя кайфовать, блядь, это вообще... Ну, прикиньте, вот представьте, причем у меня еблом, ну, максимального долбоева. Прикиньте, как я бы там отплясал вообще охуенно. Я был бы там суперуместный. Но при этом все, ну, блядь, меня бы туда не пустили. Максимум, куда бы меня пустили, это вот этот хромакей держать, чтобы он не ебнулся, блядь. Не, Никоглай вообще похуй. То есть, я так полагаю, что Никоглай заплатили недостаточно много, чтобы он, ну, проявлял какие-то искренние эмоции. Потому что он что-то такой, блядь, да нахуй оно мне надо, типа. Чё, блядь? Ну, то есть, очевидно, что Никоглай там, ну, вообще не в восторге. Мне кажется, мало заплатили. Но далее, видимо, достаточно заплатили, потому что он вообще в полном ахуе. Как здорово. Не, вообще, нет, мне очень радует, что Никоглай вообще это нахуй все не нужно. Вот по нему прям видно, блядь, нахуя мне это. Он ждет просто звонок от ребят, которые у Макривского на этаже стоят. Ему вообще нахуй не нужно сейчас вот эти танцы, блядь. ЗАЧЕМ? Э, вы понимаете, вот, вот теперь вы серьезно. Вы понимаете, что они тут двое, по факту, только для интеграции их лиц? То есть, им заплатили, очевидно, чтобы они просто были. И все. Просто только для этого. И теперь вопрос, ЗАЧЕМ? Это две Миланы в домике? Что это? Для чего это? Ну, то есть, блядь, какой там смысл? Че, в комментах пишут? А, хаха, 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 хаха. Конечно же. Конечно. Кто сомневался? Естественно, блядь, конечно, конечно Там все настолько в восторге были, что пришлось закрыть Ну, короче, не знаю, блядь, лайк заслуженный абсолютно Ну, это какой-то полный пиздец, у меня вообще слов нет, на самом деле Это очень странно